Мы пригласили в студию руководителя первого отделения восстановительного лечения до Таллинской центральной больницы Аннеле Тедор-Брашинске, которая расскажет о том, как восстановиться после инсульта. Ведь многие считают, что инсульт – это приговор. Добрый вечер, Аннеле. Добрый вечер. Вы реабилитолог, и это звучит все-таки ободряюще. Значит, после инсульта есть жизнь? Есть такая возможность. В принципе, инсульт – это резкое нарушение кровоснабжения головного мозга. Поэтому, в принципе, распознать возникновение инсульта довольно-таки легко, потому что у человека обычно появляется то, чего раньше не было. Это нарушение речи. Если раньше рука оправа двигалась и резко не двигается, надо всегда подозревать, что там должно было случиться. Или это может быть все что угодно, даже резкое изменение поведения, и человек делает то, чего он раньше не делал. Всегда нужно заподозрить, что что-то не в порядке. А в принципе, 20% после инсульта людей, они не требуют особых усилий для восстановления. Они восстанавливаются очень быстро, потому что поражение легкое. И, к сожалению, 20%, 10-20% в течение года умирают. И остается та средняя часть, которая нуждается в реабилитации, именно в помощи, в стационарном лечении, в тассу сраве реабилитации. И поэтому те пациенты, в принципе, у нас выдотали на поступает где-то 450 инсультов в год. Средняя статистика по Эстонии – это 6 тысяч. И в активное стационарное лечение реабилитации у нас поступает 70% инсультов. Если мы вернемся к восстановлению, то самое главное – немаловажно. Пусть не самое, но немаловажно. Это роль, конечно же, семьи и поддержка близких. Абсолютно. Потому что без семьи, без поддержки восстановиться очень тяжело. Потому что для каждого человека вначале является очень большим шоком, что с ним произошло. И поддержка, позитивные эмоции всегда являются шагом к быстрому, более быстрому выздоровлению. И также все-таки люди, которые могут поддержать, могут заниматься, могут говорить, развивать речь человека. Или поддержать даже, чтобы пойти на улицу. У нас очень многие люди, которые после инсульта не могут выйти на улицу, потому что их некому вывезти. Спасибо вам большое. Спасибо.